Субтитры сделал DimaTorzok Здравствуйте, меня зовут Николай Пивненко, это программа «Кто такой?» И сегодня у нас в гостях Александр Рапопорт Я позволю Александра называть Сашей, если ты не против, ты с тобой давно знаком Было бы странно, если бы мы сейчас Да, потому что тяжело на «вы» переходить спустя столько лет Саша известен своими многими непостасями И фантастическое сочетание, потому что это и врач, что само по себе звучит гордо, люди в белых халатах Это и актер, причем и киноактер, и театральный актер, причем действующий актер Почему я на этом делаю акцент? И действующий врач И действующий врач Психотерапевт Человек, который проводит фебинары, вебинары И человек, который занимается огромным количеством дел И сразу же такой вопрос Ты кто на самом деле по профессии? Ты понимаешь, когда-то помнишь Ладно, не буду я к этому Я хотел длинную историю Ты понимаешь, на первый взгляд Меня очень часто спрашивают Как это вдруг ты из врачей стал актером И вообще какая связь Это вроде совершенно не связанные вещи Еще певец, я забыл сказать Вот этого лучше не говорить Потому что я все, что ты перечислил перед этим Но я точно не певец Хотя у меня есть три альбома Но я не певец, потому что певец Хворостовский был Там, я не знаю, Кобзон Там, я не знаю, певец, понимаешь? Там, ну, Лещенко Оба Лещенко Оба Лещенко Нет, вот как раз второй Лещенко А первый Лещенко, он исполнитель был Вот я скорее исполнитель В рамках профессии, может быть, актерской Но вообще-то я пел с детства Как все люди, которые не очень умеют петь Я очень любил петь Как на табуретку поставили? Как на табуретку поставили, так петь Теперь Ты сказал, люди в белых халатах Вот как раз тут нюанс Потому что врач-психотерапевт не носит белого халата Врач-психотерапевт Понимаешь? Тут такая Вот есть медицина А есть отдельно психиатрия Раньше не было психотерапии Была психиатрия И очень многие психиатры уже тоже не носили халатов А врач-психотерапевт не носит халатов Ну да, чтобы не спугнуть, правильно? Ну, в общем, да Если я приду к тебе когда-нибудь своими проблемами Увижу, что ты в белом халате Это значит, я тебе признаюсь в том, что я болен И что мне надо обратиться Просто если ты увидишь врача-психотерапевта в белом халате Удивись Врач-психотерапевт Привыкает и становится счастливым И много у тебя счастливых? Много Процент, сразу скажи процент от всех клиентов Значит, если взять всех клиентов, то процент, наверное, ну скажем, процентов, я думаю, к сорока А если брать за 100% всех, кто выполняет рекомендации вот прямо как Как надо Что называется, as prescribed, то есть вот как прописано То 100, просто 100 Если бы брать людей за 100% Которые выполняют рекомендации Точно как написано Что не пришел ни один человек тебе никогда не надавал по щекам Какая-нибудь знойная женщина сказала Вы меня обманули врач И ушла Ни разу не было такого Ни разу Ни разу Это интересно Это интересно Я тебе объясню почему Но сейчас я хочу Я сказал про врача-психотерапевта Теперь что такое актер Актер, выходя, скажем, перед камерой Или на сцену А скорее всего на сцену или на экран уже Он не может не нести Если он опять же хороший актер Некую психотерапевтическую миссию Показывая Как складывается судьба человека В зависимости от его того или иного поведенческого существования Понимаешь? Да, но главное выход Да, и показывает выход И потом можно видеть Как могла бы сложиться судьба Скажем, неуспешного героя Поступи он так, 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 так Или так То есть, по сути дела Это две грани совершенно одной профессии Ну вот, видишь, как мы начали с тобой Уже почти 10 минут и проговорили А биография у тебя сумасшедшая Ну я же как человек Хотя я тебя давно знаю Подготовился Сумасшедшая в хорошем смысле В хорошем смысле Ты же получается по рождению вообще не наш человек Нет, не наш Ну рассказывай Как занесло тебя в Болгарии? Ну это моих родителей занесло в Болгарии Я понимаю, что вроде как-то и не болгарин Но, наверное, Болгария для тебя особое место Болгария для меня особое место Потому что я там родился Где? Я родился в городе Казанлык Это такой Это город, где вот Есть такая Казанлыкская розовая долина Где я розовое масло, знаешь, делаю? Розовое масло Во-первых, это много шуток Во-вторых, это Овен А мужчина Овен Это уже отдельная история Ты хочешь сказать, как психотерапевт Все-таки мы воспринимаем это как врача Ты веришь в гороскопы? Я не верю в гороскопы Вернее, я не верю в гороскопы Как нечто потустороннее Я считаю, что человек, родившийся Ну, есть такое понятие судьба, знаешь? Мы не можем влиять на генный набор От кого мы родились И мы вроде не можем влиять Где, когда мы родились В каком месяце На это мы не можем влиять Но вот что с этим совсем делать Мы на это можем влиять Если мы об этом знаем Если мы об этом знаем И не можем не влиять Так вот, в этом отношении Конечно, человек, родившийся Весной За час, стало быть, был осенью А осень Это достаточно Вот октябрь Это сентябрь Это плодотворная пора Плодотворная с точки зрения витаминов С точки зрения настроения Ну, я тебе просто Это я притягиваю за уши Кроме того, я родился в Болгарии То есть это юг Болгарское вино? Ну, много всего Бывает в Болгарии? Вроде не бывает, что ли? Я был первый раз Когда мне было 36 лет А уехал оттуда? Когда мне было 23 дня 23 дня Но вот это южное рождение Оно чувствуется Я абсолютно комфортно чувствую себя В любой жаре А вот в холоде нет Хотя большую часть времени Я прожил как раз на севере Ну, скажи, пожалуйста Сейчас очень модно Все-таки ты актер Ты человек, который занимается людьми Серапевт, психо Сейчас очень модно Многих говорить про Россию Либо ругать, либо хвалить Либо патриотом называть Либо говорить, что здесь все люди какие-то живут непонятные Скотобазов Я слышал, да Ты как рожденный человек в Болгарии Ты, в принципе, имеешь право оценить со стороны 23 дня все-таки там прожил Ты себя считаешь россиянином или болгарином? Я себя считаю, Коль Скажу такую вещь Я себя считаю Одновременно или одновременно, как тебе больше нравится Одновременно правильно Ну, это стало правильно Когда-то было одновременно Но неважно Я себя считаю в одно и то же время Американцем и россиянином Абсолютно одинаково Рожденным по случайности в Болгарии Рожденным в Болгарии Ну, потому что я Начал говорить Начал ходить Все-таки в России Понимаешь, в Советском Союзе На Ладожском озере, на острове Каневец Потом в Ленинграде 8 лет Потом город Березники Пермской области Потом Пермь Это было все связано с профессией отца, да? Это было все связано Не только и не столько с профессией отца Сколько с характером отца Ага Видимо, немножко характер тебе переносит Абсолютно Вот давай немножко поговорим о родителе Потому что если покопаться в интернете То там, конечно, также указаны имена И отчество твоих родителей Но мы все-таки Там есть даже такой момент Что вы чуть ли не учиться вместе Стали с отцом Такая была Поэтому расскажи Значит, ситуация такая Папа начал войну в августе 41-го Закончил 8-го мая 45-го в Праге То есть практически Всю войну, да Причем Григорий Соломонович Рапопорт Служил в танковых войсках Понимаешь? Ну, в общем, согласись Шансов на выживание не много Да Короче говоря В Болгарии они оказались с мамой Я, честно говоря, уже не помню почему А так как их нет Мне спросить уже не у кого Я как-то, ты знаешь, я вот думаю А почему я никогда не спросил? Ну, как-то вот само собой Болгария и Болгария В 23 дня мы оттуда уехали И через Батуми Через Румынию попали в Батуми И с Батуми попали на остров Каневес Вот это то, что я знаю И потом Ленинград Папа кто по профессии? Вот кто папа по профессии? Папа с мамой познакомились в Харькове Хотя он родился в Сильферополе А она в Сумах А ей 6 лет? О, ну все, понятно Да У мамы все родственники попали в оккупацию И пропали А мы жили в Ленинграде В 15-метровой комнате Коридорной системы Как в фильме «Стиляги» Я папа, мама и две бабушки Мама отца и тетка отца Вот, значит Жили счастливо Папа на тот момент Вот на тот момент, когда я его помню Работал токарем на заводе Казицкого А потом он почему-то стал работать Актером Ленинградской филармонии А потом он был водолазом А потом в связи с тем, что актеры Зарабатывали немного Он поступил в школу мастеров десятников Буровых И поехал на Урал Что-то там добывать И повез нас И вот так я оказался в городе Березняки И один и был, и есть Ну и теперь уже, скорее всего, и останусь Я имею в виду из детей Вот, а папа закончил в Харькове Театральное Не то курсы, не то училище какое-то И зубоврачебное К моменту войны Так все это похоже Понимаешь? И потом, значит Он работал вот Токарем Водолазом Актером Но так или иначе Я Вот мое начало жизни Я помню, он играл Сатина На дне горького Я просыпался Утром Он репетировал А я просыпался под слова Че-ло-бек Это велик И дальше были такие слова Вот вы говорите работать Работа, работа, работа Для чего? Чтобы быть сытым Вот вы говорите работай А вы сделаете так Чтобы работа была мне приятна Вот тогда я, может быть, буду работать Мне это так понравилось Что я живу под этим девизом всю свою жизнь Но потом папа переехал в Березняки Немножко поработал буровым мастером А потом ушел в Березняковский драмтеатр А потом он начал заниматься гипнозом Он делал то, что делает Анатолий Михайлович Кошперовский Еще задолго-задолго до него Понимаешь? Его вызвали в Горздрав и сказали Уважаемый, гипнозом имеет право заниматься только врач Он говорит, нет проблем, я поступлю И когда я приехал из Перми в Березняки Весь обрадованный и насыщенный общежитской, абитуриеновской жизнью Счастливой Потому что мне важно было уехать от них Я хотел быть актером Но они хотели, чтобы я был врачом Я решил, я уеду от них, а там въедут будут И я поступил в пермский мед Приехал домой Он говорит, сынок, я тебя должен расстроить Я тоже поступил в пермский мед И мы будем жить с тобой в общежитии в одной корне Ты обрадовался Это было Слушай, ну вот так интересно переплетаются А о маме скажи Мама, мама светлейший человек Если папа был Знаешь, чтобы тебе было понятно Ты помнишь фильм «Гамлет»? Да, конечно Ты помнишь фильм «Битва пути»? Уже хуже, но помню С Ульяновым Там был такой артист Такой артист Михаил Названов Вот такой, знаешь, вот такой Клавдия он играл В «Гамлете» он играл Клавдия Вот мой папа был такого типажа Папа разговаривал вот так И в 15-метровой комнате Он заходил и начал говорить И мама говорила Гриш, Гриш, в комнату войди Не надо Мы все же боялись Время-то было Он говорит А мне так Удобно Вот такой у меня был папа Мама светлейший человек Тишая, ну в смысле Она интеллигентнейшая женщина Какой мама? Мама Серафима Сима Михайловна Сима Михайловна Значит Она когда-то закончила Они с отцом познакомились В этой зубоврачебной школе Но она Она работала немножко Зубным техником Но в основном Она была Как правило Референтом Там Главного врача Или референтом Начальника там Какой-то организации Она была Знаешь, таким хорошим В хорошем смысле Секретарем Но не секретаршей А вот то, что вот раньше Ну помощник Секретарша с умом Помощник, знаешь Помощник Вот она такой человек Мама заходила в магазин Допустим И говорила Когда Ничего не было На прилавках И говорила Я маленький был Мы с ней заходили И говорила Извините А вот у вас Была когда-то Вот такая вот Колбаса Или такие там А когда будет В следующий раз? Говорила мама Абсолютно Я говорю Сейчас, одну секунду Шли и приносили Понимаешь? Она светлейший человек Очень добрый Интеллигентнейший В том плане Что она ни разу в жизни Ни про одного человека Не сказала Ни одного плохого слова И она всегда Выносила Все выходки И мои И папины Ну выходки Ну выходки были Знаешь, такие На эмоциональном Нет, они очень любили Друг друга И на эмоциональном уровне Понимаешь? Они могли поругаться Они ругались Знаешь из-за чего? Что папа Что-то не ест Понимаешь? Ну пошло Ну почему ты не ешь? Да хватит Это уже В день смерти отца Он позвонил мне Что-то мне хреново Он не жаловался Я никогда Позвонил Я пришел к нему Что-то мне говорится Сынок хреново Если папа сказал хреново Это уже все Понимаешь? Я пришел Мы сели Поехали к врачу Врач сказал Что ну Там немножко серчишка Приехали домой Мы сели Пообедать И он говорит А мама на кухне Что вы там шепчетесь? Ничего Симочка Все нормально Она меня просто задала Сказал мне папа Мы выпили Я уехал И через два часа Я его не стал Ну это я говорю О маме сейчас Понимаешь? Мама светлейший человек Давай мы Вот завершим Эту тему родителей Хотя мне кажется Очень интересно Потому что Каждого человека Формируют родители Как бы там ни было Они сформировали меня От иду От отца Я взял вот эту вот Свою Ну вот скажи От мамы Приятие любого проявления Любого человека Скажи Все таки Они же не хотели Ты хотел быть актером Только 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 Ты вынужден был поступить Почему-то Именно в первый момент Потому что Мы не расстраивали Потому что Мы не расстраивали Друг друга Понимаешь Мы Это традиция Папа с мамой Приняли решение Ты вынужден был Это сделать Я сказал что я уеду Сам думал Потом я там буду А как ты поступил? За деньги? Нет Нет Коля Я сдал все Экзамены на пятерке Да Потому что Учился я в принципе До пятого класса Как обычно Хорошо Я был отличником Потом я начал созревать И у меня появились Другие приоритеты И к классу К восьмому Я Я учился Вернее Я не то что плохо учился У меня были Любимые предметы По которым я учился хорошо Это был английский язык Это была история Это была литература Физкультура И пенсия И пенсия Потом все и понадобилось Да Вот А по остальным предметам У меня просто был И по поведению тоже Ну ты помнишь Поведение ставили оценки Помню Я уже занимался Баскетболом И у меня К десятом классу Уже был первый разряд По баскетболу А поэтому тебе Как бы закрывали глаза Что же Школу представлял Но Но когда я Дошел до десятого класса И понятно было Что надо поступать Все-таки Потому что я отцу Обещал в седьмом классе Он меня На этом условии Не забрал После седьмого класса И не послал в технику Понимаешь А даже в какой Именно такой вариант Ты был Что-нибудь Личное Он говорит Если ты мне пообещаешь Что ты пойдешь В мединституте Он говорит Ты понимаешь Я не против актерства Он говорит У тебя есть данные какие-то Но ты получи профессию Понимаешь А потом уже Я ему тогда говорил Пап Ну а это не профессия Он говорит Ну надо быть Или Актером знаменитым Или не быть актером Я говорю Почему ты думаешь Что я не буду знаменитым Ну сынок Понимаешь Мне больше хотелось Чтобы он сейчас стал Что не знаменитый Но узнаваемый Это уж точно Понимаешь Узнаваемый Вот И я Да И они мне И отец мне Насильно буквально Нанял репетиторов По химии, физике и литературе Это было три экзамена Понимаешь Да И я вышел на экзамены Я вышел на экзамены Ну сейчас я тебе вот Пример один приведу Ну Сочинение я писал всегда хорошо Я вышел на экзамены Значит Я даю экзамен по химии И мне попался билет Я его естественно отвечаю И там есть какой-то момент Я говорю Кстати Вот на эту тему У Беркли Говорю я Этого в школе просто не было Был спор Там с кем-то Я уже не помню с кем Беркли говорил тот А тот говорил тот И это самая преподавательница Которая у меня принимает Она так поворачивается На завкафедры Которую я тоже принимал И так говорит Короче И у меня аж мураши пошли Я сейчас вспомнил Я получил пятерку тогда По химии По химии был последний экзамен А сзади у меня уже было Две пятерки А на литературе Я знал Что я возьму Эту самую Свободную тему Или как там Свободную И буду писать И бабах Попадается Знаешь какая тема Свободная Мое любимое произведение Советской литературы Ну это не свободная тема Знаешь что я сделал А я советскую литературу Не читал Я читал Джека Лондон Ну понятно Я сказал Мой любимый писатель Вообще Джек Лондон И любимое произведение Смог Белью Смог Малыш И так далее Вот И если бы можно было писать об этом И дал пару страниц Про Джека Лондона Но так как нужно писать о советской литературе Я взял поднятую целину Потому что у меня У десятиклассника Было совершенно Определенное отношение К Лужке В поднятой целине Понимаешь И я развернул линию Вот этого Понимаешь Ну короче Получил пятерку Молодец Хорошо Три пятерки Ты спросил Почему в Пермь Все я понял Нет Ты спросил Почему в Пермь Да Почему в Пермь Потому что Ну ехать в Питер и Москву Из города Березняки Было глупо Но кроме того В Питере и Москве Тогда Были квоты Квоты были вообще везде Ты не забываешь Что я Рапопорт Рапопорт Были квоты А в Перми Была Такая Ну не диссидентствующая Но такая Свободолюбивая А мы возьмем парня Русская ректор Штатяна Владимировна Ивановская И она допускала евреев Хотя бы К экзаменам Понимаешь Без ограничений Как хорошо ты вышел На один из главных вопросов Еврейский вопрос Понятно Рапопортов много Первый вопрос Наверняка Очень часто Кто бы по-настоящему Не-не-не А вы не тот Рапопорт Который те Рапопорты Захочешь Ответишь Я еще по-другому хочу спросить Еврейское происхождение Оно помогает Или мешает Тебе по жизни Ты понимаешь в чем дело Значит о том Что я еврей Ну во-первых К Рапопортом сразу Дело врачей Дело врачей же было Было же дело врачей И одним из фигурантов Главных Был микробиолог Академик Рапопорт Понимаешь Который умер Кстати говоря До ста Ну он умер в 90 лет По-моему Вот Моя бабушка была арестована По делу врачей Она была начальником Железнодорожной Стоматологической поликлиники На Фонтанке В Питере И когда Сталин умер Стали отпускать людей Пятого мата В Йом-Кипур Вот И стали отпускать людей Пришла бабушка домой И Села на сундучок Ну представляешь Такая 15 метровая комната На Пятерых Села на сундучок На котором я спал И сказала Еще одну сакраментальную фразу После Сатина Она сказала Да Я поняла Чем жить И мучиться Лучше Она сделала паузу Мы все подумали Что она скажет умереть Она сказала Лучше жить И не мучиться Когда потом Я узнал о существовании Амара Хаяма И прочел Вот это Чтобы мудро жить Прожить Знать нам Немало Две истинных Таких запомни Для начала Лучше голодай Чем что попало есть И лучше быть один Чем вместе с кем попало Я подумал Что моя бабушка Мудрее амара Хаям Потому что Можно жить Можно жить и мучиться Можно умереть Можно жить и не мучиться Значит Можно быть одним Можно с кем попало А можно быть с кем хочется Можно голодать Можно есть что попало А можно есть что хочется И что надо Так что вот Теперь по поводу Дальнейшего еврейства Это так сказать Мое начало Ну Мои бабушки говорили на идише Они говорили немножко наидно. Получается, к Рапопорту ты только такое имеешь отношение? Больше никакое. Но Рапопорт – это одна из самых распространённейших еврейских фамилий из Коинской ветви, вообще-то, из высшей. Рапопорт – это по некоторым версиям Равин из Португалии, а по некоторым – Равин из города Порта во Франции. Это Равин, это как Рабинович, вот такая же фамилия Рапопорт. Когда я приехал в Нью-Йорк, я открыл телефонную книгу, там нашёл пять страниц Рапопорта. Пять страниц с мелким шрифтом. И вот, это, значит, начало еврейства. Ну, естественно, стол, все эти блюда еврейские, понимаешь? Но еврейства как такового не было, потому что тогда очень сильно все боялись. Антисемитизм, Коля, был страшный. В Питере конец 40-х, начало 50-х – просто труба. И вот мне было год… Сейчас, 35-я годовщина, 35-я годовщина октября. Это, значит, 52-й год. Значит, мне пять лет. Мне пять лет. Мы едем в автобусе с папой. И какой-то мужик мне наступил на ногу. Нечаянно. Ну, скорее всего, нечаянно. И отец поворачивается и говорит, А мужик был примерно как папа. Моего роста, ну, только такой. И папа поворачивает и говорит, ну, осторожней, ребенок. И он говорит такую фразу. Он говорит, а вы рули свои уберите, и тогда все будет нормально. Папа встал вот такого цвета, вот так схватил этого мужика, вот так вот его поднял, представляешь? Папа занимался самбо когда-то, и вот так вот вбросил в дверь. Понимаешь? Дверь выломалась, и он вылетел туда. Автобус, естественно, встал. Я сейчас понимаю, что нас могли разорвать на части, но наступила звенящая тишина. Мы вышли. Он говорит, с тобой пойдем. Мы вышли. И я говорю, ну, когда я пришел сюда, я говорю, папа, что, почему? Он говорит, ну, вот он сказал, а что он сказал? Он говорит, ну, он против евреев сказал. А евреи-то кто? Выяснилось, что мы евреи. Вот тогда я первый раз узнал, что я еврей. А то, что я Саша, а не Алик, я узнал только в первом классе, когда нас перечисляли и сказали, Саша, Рапопорт, ну, я сижу себя спокойно. Саша. Ну, тогда я узнал, что я Саша, понимаешь? Вот. Короче говоря, я понял тогда, и отец мне объяснил, что евреи, что есть антисемиэты, есть евреи, что дело не в том, кто ты по национальности, а дело в том, какой ты человек, но, тем не менее, будь горд, никогда не скрывай, никогда не прячь, никогда не маскируйся, понимаешь? И с того времени я ношу свое еврейство не агрессивно, но гордо, понимаешь? Никогда не хотелось не скрывать, не знаю, что в советское время меняли фамилии, никогда, никогда не хотелось. Более того, мне предлагали менять фамилии, когда я был уже дежурным психиатром по городу Москве, и одно, там, ну, какое-то продвижение должно было быть. Повыше. Ну, повыше, да. Мне сказали, что, слушай, можно поменять фамилию, ну, просто поменять, взять фамилию, там, значит, какую-то другую. Как я бы, например, был. Ну, слушай, 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 слушай. И вступить в партию. Я говорю, ну, в партию, а я, меня когда-то исключили с комсомолом, там, за драку еще в школе, и так, в общем-то, я и не остался. Ну, дрались все. Ну, и дрались все, кроме тех, кто не дрался. Ну, меня исключили, и как-то так это все и осталось. Я говорю, ну, во-первых, я говорю, я не могу в партию, я в комсомоле мог. Ну, это все ерунда. Я говорю, ну, самое главное, поменять фамилию. Я говорю, посмотрите на меня внимательно. На какую фамилию вы мне предлагаете поменять? Они успокоились. Они успокоились. И тема заказалась. Завершая еврейскую тему, спасибо тебе за откровенность, скажи, пожалуйста, сегодня она вообще существует, или все-таки... В России? Да. Мне кажется, сегодня темы нет этой. Слушай, если сегодня нет антисемитизма, я же не могу сказать, что он есть. Понимаешь? Сегодня другие, скажем, сегодня другие цели, вернее, другие объекты привлекают. Слушай, антисемитизма нет, ну, по крайней мере, антисемитизма государства нет. Открытого. Да нет, государства его нет. И в быту... Ты знаешь, я тебе больше скажу. Я по отношению к себе, лично к себе, его и тогда не чувствовал. Знаешь почему? Потому что отец меня как-то приучил. Услышишь что-то на эту тему, сразу бей в морду. А я не был сильным, но я был очень техничным, понимаешь? Я достаточно был даже, может быть... Я был бесконфликтным, бесконфликтным. Но однажды, защищаясь от одного пацана, который на меня наезжал, я нечаянно вот так вот выкинул руку и попал ему хорошо в челюсть, и он упал. Я начал его рвать, понимаешь? Меня еле от него отощили. И сих пор со мной закрепилась репутация человека, которого ну и вы нафиг, понимаешь? Я как-то немножко напрягся даже. Понимаешь, да? В своих рассказах, ты же еще гипнотизерная... Вот, 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 и все. И поэтому... Все вместе собрать... И поэтому, когда я стал уже расти, раньше в школе были журналы, где на предпоследней странице были записаны данные какие-то, и в том числе национальность, понимаешь? Да. И у нас было два мальчика в классе еврея, и он очень тревожился и волновался. А я как раз тогда начал декларировать. Да, я еврей. Есть вопросы? Не, ну, Санек, ну это мы не по отношению к тебе, это вообще... Вот вы такие, вот они... Я говорю, запомните. Вот мы и вы, это тема неправильная. Мы все мы. Понимаешь? Хорошо. Очень хорошая концовка этого блока. Да. Идем дальше. Вот теперь твоя врачебная история, и расскажи, пожалуйста, чем ты занимался, и каким образом все-таки мы плавно переходим в 60-е и 70-е годы, и каким образом ты в тюрьму-то попал? Потому что, я вот студентам столько говорил, придет замечательный человек в тюрьме сидит. Это очень заинтересовало все. Рассказывай. Я не буду долго, я не буду долго и подробно. Интересно. То, что я нигде не рассказывал. Нет, нет, нет. Я не буду долго и подробно, потому что, ты знаешь, у нас вроде гласность, и все в порядке. Понимаешь? Но... Вдруг. Нет, но есть вещи, которые без нужды лучше не... Короче, есть молоко, которое без нужды лучше не взбивать. Ты правильно понимаешь? Есть твоя тайна? Нет, какой тайны нет. Тайны нет. Я тебе сейчас расскажу. Смотри, все очень просто. Я был дежурным психиатром. Вообще, почему я взял психиатрию в свое время? Ну, во-первых, потому что отец занимался психотерапией. Меня интересовала психотерапия. А во-вторых, я собирался уже уйти из мединститута, потому что держали меня исключительно из-за участия в вокальном и сомпитальном ансамбле и игры в баскетбол. Все, больше ничего. А я первый экзамен с первого раза, Коля, чтобы тебе было понятно, сдал в конце третьего курса. Держали меня исключительно из-за этого. Хорошо поет мальчик. Да, говорил декан нашего факультета и доцент кафедры фармакологии, который решил о мою судьбу, собственно говоря. Он поставил мне пятерку и перевел меня на четвертый курс. То есть поет дальше. Да. Потому что он мне сказал, ответишь на вопрос, получишь пятерку. Не ответишь, пойдешь домой, и мы расстанемся, потому что он понимал, что я помеченному билету сдал. И он задал мне вопрос, он мне задал вопрос дозу тестостерона, метилтестостерон. И что там? Ну, все-таки мужская тема, да? Я помнил, что там что-то было 0, нет, что-то 0 и что-то 1. Я сказал 0,1. Он говорит, ну почти. Я говорю, 0,0,1. Он говорит, ну а на самом деле, я говорю, 0,0,0,1. Он говорит, правильно. И поставил мне пятерку. Я перешел на четвертый курс. На четвертом курсе носились клинические дисциплины. Трупики что-то? Нет, уже хирургия, терапия. Трупики были на первом курсе еще в анатомии. А нормально переменос? Правильно, что там терапии идут? Абсолютно. 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 Желтые все? Абсолютно. И что, легко? Ну, я быстро привык. Ну, я как-то быстро. То есть, в принципе, можешь убить человека? Коль, ты понимаешь, в чем дело? Для меня же не важно было, какой урок у нас идет. Нам важно было, кто вокруг меня. Вокруг меня были студентки. Вот. Хорошие. Жаль, у нас нет. Да. Да. Короче говоря... Я имею в виду трупов. Да. Короче говоря, это я привык быстро. Короче, на четвертом курсе начались клинические дисциплины. Они были интереснее, по крайней мере, всех, которые были до этого. Ну, это же какая-то систематизация. Ну, хоть что-то. Ну, врачи, ну, что-то. И я приехал в оркестр Олегу Лундстрема в Пермь. И... А еще на первом курсе я познакомился с Высоцким. Это... Ну, это отдельная жизнь моя. Понимаешь? Вон, мы находимся... Да, лично. Мы находимся практически сейчас через дорогу от Никиты Высоцкого, который на шансоне года вручал мне. Представляешь, какое вообще... За какая? За кольцо. Да, да, да. Хочу говоря, на четвертом курсе приехал Олег Умстер со своим оркестром. Я попал на тусовку, потому что я на все музыкальные тусовки как человек играющий, поющий попадал. Я там что-то спел. Ко мне подходит администратор. Ну, какой-то человек, говорит, Олег Леонидович спросил, этот парень не хочет с нами поработать? Представляешь? Мне. Человеку, который всю жизнь вообще рвался туда. Ты говоришь, я подумаю. Я говорю, я прихожу домой, а я уже был женат, и говорю жене вот так и так. Ну, жена, что сказала жена, я не буду говорить и показывать не буду, потому что это займет много времени, это очень эмоционально. Короче, я понял, что я, а я же человек неконфликтный, поэтому я позвонил этому администратору и говорю, ребята, вы где стоите? А стояли они в Казани тогда. В Казани они базарят. Я говорю, я приеду в Казань. Через три дня начался курс психиатрии. И на кафедру взошел человек, помнишь, Андрей Попов был, который ягой, ну, Андрей Попов, великий русский актер. Андрей Попов. И начал говорить олигофрения. Слова-то какие? Олигос мало. Френас ум. Олигофрения мало. Я подумал, это абсолютно актерская история. Я думаю, я уже на четвертом курсе, ну, глупо, понимаешь. Хотя мне очень хотелось... Если ты решил соединить я остался. Я остался. Я подумал, это актерская история. Я еще не знал тогда, что психиатры получают много денег. Я не знал еще, что он большой отпуск. Я еще ничего этого не знал. Она мне показалась, ну, по крайней мере, не такой нудной. Тем более, что отец занимался психотерапией. И я понимал, что я все равно сдвинусь в эту сторону. Сексология, психотерапия. И я сдвинулся в эту сторону. Опять же, ты стесняешься. Да, меня очень, очень как-то, я пришелся этому самому Виктору Степановичу Гуськову, профессору, который был человеком угрюмым и вроде бы ворчливым, понимаешь. Но вот людей, которые были погружены, и он меня, еще одного товарища Вадика Берштейна, Берштейн, да, взял на кафедру, взял в кружок психиатрический. И еще студентами мы поехали в Москву к Васильченко Георгию Степановичу на курсы сексопатологии. Тогда это вообще было какое-то... Сексопатология в Советском Союзе превращала приговор. Вот. Короче говоря, и вот так я стал психиатром. Короче, на тот момент, про который ты спрашиваешь, возвращаясь к конфликтам, я был уже дежурным... Я работал в Кащево. То есть к Лундстриму ты не попал? А? К Лундстриму ты не попал? К Лундстриму я не попал, я просто, знаешь, закрыл себе... Понятно. Но зато ты попал... Недавно был фильм про... Недавно был фильм про Абадзинского. Да. Вот это была абсолютно такая же история. Понятно. Вот абсолютно. Скажи, значит, ты попал в Кащенко. Я попал в Кащенко. Через связи вот эти вот... Никаких связей. Я имею в виду, ты поехал в Москву. Я поехал в Москву и с улицы, и с улицы. Зашел. Зашел. Я же жил в Березняках. Это длинная история, как я попал еще в Москву. Но это просто, Коль, нельзя все рассказать. Это все... Это все такие истории. Это все кино. Понимаешь? Это все кино. Короче говоря, я прописался когда в Москве. Я пришел в больницу в Кащенко. С улицы. Я зашел в Кащенко. Понимаешь? Где у вас работают? В отдел кадров. Открыл, значит, дверь. А там была Кладия Ивановна, Панамарева, что ли, фамилия была. Она была... У нее была кличка Тетя Лошадь. Понимаешь? Она была очень такая... Мощная. Мощная такая. Ну, если взять, типа Римы Марковой, знаешь, типа... Вот такой вот. И она говорит... А, я слушаю. Я говорю... А, нет. Она вышла сначала в предбанник, где сидели еще другие кадровики. И говорит... Слушай, я говорю... Я бы хотел по поводу работы поговорить. Она говорит... Ну, зайдемте. Значит, мы заходим. Она говорит... Вы от кого? Я говорю... Я не от кого. Просто... Я шел, вижу больницу Кащенко, много слышал. Она так, знаешь, подходит к двери, так вот, говорит. Ну-ка, ну-ка, что ты за... С горы? Она мне говорит. Я говорю... Да я не понимаю, о чем вы... Я ему испугалась, подумал, как странный заход. Да. И... Тут сейчас подойдет один фрукт. Ну, пусть немножко поработает. Посмотрим. Я пошел и стал работать. Понимаешь? Мне кажется, она не подстраховалась, потому что она подумала, как новый заход. Я не знал. Но отношения у меня и с ней, как, впрочем, и со всеми, были, в принципе, неплохие. И вот там-то... Хорошие. Нет, там-то ничего не было. Я проработал какое-то определенное время в больнице Кащенко. Чему-то набрался. Ну, чему-то. Но! Тогда началось... Вот как раз мое движение туда. Туда. Началось. В чем дело? Там же интересно. Как в тюрьму-то люди попадают? Смотри, смотри, смотри. Мне стали попадать пациенты с разными диагнозами. Их же направляют, они с диагнозами приезжают. И вот я начал встречаться с огромным количеством диагноза вялотекущая шизофрения. Вялотекущая шизофрения. Вялотекущая шизофрения. Она почти у всех. Послушай. Она не почти у всех, а ее можно подвести, под нее можно подвести каждого. Можно подвести. Я... Передо мной сидит человек, а в психиатрии есть такой термин запах. Шизофрения имеет запах. Ну, это не этот запах. Ну, вот сидит человек, и ты чуйка, чуйка, вот ты чуешь, это шизофрения. А вот это не шизофрения. Понимаешь? Нет. Ну, а так как у меня все-таки опыт уже был достаточно большой. Ты, наверное, начинаешь улыбаться. Ну, я вижу, да нет, Коля, я вижу, что передо мной сидит не шизофрения, а у него стоит диагноз шизофрения. Ага. Понимаешь? И тогда я стал менять диагнозы, снимать диагнозы и ставить свои. Так. И выяснилось, что... И очень много людей, и очень много людей, которые ко мне попадали, попадали, находясь на так называемой судебной экспертизе. людей направляли на судебную экспертизу для того, чтобы признать их невменяемым по отношению... А что такое невменяемым и невменяемым? Это по отношению к какому-то деянию, которое он совершил. И среди этих людей было очень много людей, которые попадали туда по причине деяний, скажем, высказывания взглядов каких-то. Или попытки добиться чего-то. Советская психиатрия. Советская психиатрия. Карательная психиатрия. Карательная психиатрия. А ты им снимал и снял. И я начал, короче говоря, я начал двигаться в оппозиционном направлении. Понимаешь? Что типа человек не болен. Что типа человек не болен, а если и у него есть какие-то изменения, то они никакого отношения не имеют к шизофрении. Понимаешь, какая история? У него есть состояние, но он не должен лежать... Я просто объясню. Да, то есть в советской психиатрии просто было принято, что человек живет в прекрасной стране. Ему в принципе не может не нравиться. Это замечательная жизнь. И поэтому если он что-то высказывал, то тогда ему быстренько психиатрически... Особенно во время Адропа. Легче. Просто легче. Просто легче было очень часто такого человека не посадить, потому что сажать вроде... Во-первых, это долго. Это сложно. Это хлопотно. Понимаешь? А положить больницу легко. Просто ненормально. А положить больницу легко. Чем была страшнее больница, чем тюрьма? Из тюрьмы когда-то человек мог выйти. Понимаешь? А из больницы мог не выйти. А даже если выйти, он мог выйти уже в таком состоянии, что лучше не выходить. Понимаешь? И вот, когда я... А в это время я стал дежурным психиатром по городу Москве. Я ушел решать госпитализировать человека, есть такое понятие принудительная неотложная госпитализация. В рубашке, что ли? Ну, в том числе. Ну, не рубашка, ну, принудительная. Вот ты не хочешь, а тебя везут. Кстати, я вспомнил, я в одном фильме играл доктор психиатра скорой помощи, да? Как раз вот такого. Скорой, пожалуйста. Да. Короче говоря, и вот показания к неотложной принудительной госпитализации были совершенно четкие. Наличие психоза, то есть наличие бреда, галлюцинаций, дезориентированности и наличие так называемой социальной опасности. То есть он мог причинить что-то себе или окружающим. И вот это были критерии. И вот я, выезжая на вызовы, иногда попадал в ситуацию, как правило, это были учреждения какие-то. где меня просили госпитализировать человека. Ну, просили, не заставляли, но просили. А я не видел повода для неотложения. Даже если человек болен, то он может наблюдаться амбулаторно. А для того, чтобы его взять и насильно, повторяю, увезти в больницу психиатрическую, нужны вот эти показания. А их нет. И я отказывал от госпитализации. Я отказывался. И у меня начались трения. 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 И случилось потом пару случаев, понимаешь, которые стали крайними, видимо. А что надо у вас учиться, чтобы человека посадили в тюрьму? Ну, если ты мне дашь договорить, я скажу. Наступил момент, когда я приехал в определенное учреждение. Я просто не хочу сейчас, понимаешь, называть ни имен, ни фамилии, не место. Нарисуем сами себе. Нарисуйте сами. Нарисуйте сами. Тем более, что в каких-то интервью уже это было. Я приехал, и мне говорит человек, надо положить сумасшедшим. Я говорю, а выяснено уже, что он сумасшедший? Это было ночью. Выяснено что-то? Он говорит, ну да, выяснено. Я говорю, кем? Мною, говорит он. А вы кто? А я вот такой-то, такой-то, такой. Я говорю, ну хорошо, я могу узнать, что он сделал хотя бы? Да, вот он вышел на Красную площадь с плакатом КПСС, это секта, изменившая делу Ленина. Я говорю, ну это нехорошо, наверное, но что если он так думает? Он говорит, слушайте, доктор, давайте мы не будем с вами заниматься словоблудием, давайте его надо взять и положить. Я говорю, вы понимаете, в чем дело? Значит, если вы считаете, что показания есть, ну так возьмите его и положите. Нет, мне надо, что положили вы. Я говорю, тогда я могу написать госпитализирован по распоряжению такого-то человека? Он говорит, нет, ну короче говоря, и я сказал, ну тогда я должен с ним поговорить. Он говорит, длинная эта история. В итоге мы начали с ним говорить. И когда я начал с ним говорить, то да, человек так думает, он себе эту жизнь нарисовал, и по этой жизни этим путем идет. Я говорю, слушай, давай я тебя довезу до Каченко в приемном покое, я скажу людям, тебя отпустят. Хотя я понимал уже, что если его взяли, то это не так будет все просто. Он говорит, нет, доктор, вы знаете, спасибо вам. Сначала он говорил, а, убийца белая халата, хотя бы мы были без халата. Он говорит, нет, я решил, я решил, я иду по этой жизни, все. Я вышел и говорил, что нету, нет показаний. Он говорит, ну вот вы уедете отсюда тогда, когда вы возьмете его и уедете. Я позвонил старшему врачу, тот говорит, Саша, ты мне уже надоел с этими твоими делами, я говорю, я не уезжу, приезжай и забирай ты. Ну короче, приехал кто-то другой, его забрал, а на утро я об этом начал говорить на 5 минут, я начал выступать, я начал... Ну короче, смысл был такой, у меня было две темы. Я тебе сейчас скажу, эти две темы, они превратились потом в статьи, понимаешь, и я поехал. Значит, темы были две. Первое. Я говорил, что нет показаний, мы не можем это делать, я не говорил даже, что меня заставляли положить здорового человека. Я говорил, что меня заставляли положить человека, который якобы признан здоровым, а я так не считаю. Понимаешь, в смысле, который больной, вот он якобы больной, а я так не считал, это раз. И я говорил, что только мы и больше никто не может определить, есть показания госпитализации и все. И мы все должны с этим бороться, это раз. Второе, значит, я говорил по поводу людей, которые косили от армии. Я говорил, если человек настолько не хочет служить в армии, что он готов лежать в психиатрической больнице, быть колотым и неизвестно, когда и в каком состоянии выйти, то, наверное, его не надо посылать себе в армию. Да? Наверное. Надо, наверное, занять его чем-то другим, потому что там он может принести только вред и себе, и окружающим. Или, как говорил я, надо мотивировать, да, мотивировать людей так, как, например, это делали в Израиле, что было запрещенным словом, как ты помнишь тогда. Вот. Где люди косят, косили, чтобы идти в армию, скрывая свою болезнь. Вот. Ну, и, значит, получилось так, что подстрекались к уклонению на службу Советской Армии и антисоветской агитации, агитации и пропаганды. Ну, вот, с этим я поехал. Теперь переходим уже в другой жизненный этап. Как ты попал в неё? На самом деле, ты знаешь, у меня сейчас такая мысль была, что, черт возьми, разрыв будет большой между этим, а на самом деле никакого разрыва нет вообще. Я вышел. Сколько, кстати, ты? Четыре. Четыре года. Да. Я восстановился на работе, потому что меня же уводили с работы, выписали из Москвы в связи с приемом. Вот. Я какое-то время пожил в городе Шуи, Ивановской области. Угу. Потом мне поможет мою школу пописаться. Вообще, мою школу, это, я просто не могу его найти. Я его ищу, чтобы, понимаешь, потому что он для меня столько сделал. Угу. Просто так. Вот, знаешь, он сказал, ты хороший мужик, я хочу тебе помочь. Ага. Так. Он, на каком-то этапе, я вышел, начал писать эти самые, ну, начал писать на реабилитацию, потому что уже моих статей не было. Ну, то есть, да, чтобы очистить. Уже не было моих статей. Да, очистить. Да, очистить. Ну, смысл такой. Я тебе все сказал. Я не буду тебе ничего объяснять. Можешь свалить, свалить. Вот так нет. Я сказал, один… А куда валить-то деньги нужно? А вот куда валить, говорю я. Короче, мне помогли. Вот тут мне помогли, я оказался в Бенгрии. Неожиданно. Вообще, для… какой год? Это 89-й год. 89-й год. Это еще, в общем-то, выехать за границу довольно-таки сложно. Было невозможно. Ну, как бы. Можно было там что-то, по путевке, как-то. Короче, я оказался в Бенгрии. А помогли кто? Люди. Которые связаны… Которые… Нет, которые могли… Которые… Могли сделать так, что человек с одной территории оказался на другом. Как здорово. Так… Это долго рассказывать. Каких-то денег. Никаких денег не было. День. Была машина. Было две гитары в машине. Была канистра бензина. 200 долларов. Младший сын, на самом деле. Младший сын. Да. Младший сын. Вот. Мы оказались в Бенгрии. На той стороне… Вот Чоп, знаешь, где есть Чоп? Чоп. Вот мы оказались… От места около Чопа мы оказались… Вместе… На другой стороне Рикетис. То есть это как-то немножко незаконно было. Коль, ты сейчас тему трогаешь, которую лучше не трогать. Хорошо. По тем временам… Оказались. Все. Оказались. Вот. А из Венгрии можно было въехать в Австрию. Вернее так. Можно было въехать, можно было не въехать. Огромное количество Румын, Бенгов, Поляков, Чехов, Немцев Восточных, Болгаров, ну всех. Тут ты вспомнил, что ты Болгарин? Да. Двигали в сторону вот этой самой австро-венгерской границы. Да. Европу. А в лагере Трес-Кирхен в Австрии там были уже какие-то люди, в том числе один из моих друзей, которые там сидели уже в Австрии для того, чтобы там получить убилища, вид на жительство и так далее. Вот. И вот человек, который нас приводил, он сказал, вот вам надо ехать туда на север, на границу, наверное. Короче говоря, мы оказались на этой границе, на машине. Ну, потому что если бы мы не прошли, то нас бы вернули обратно в Россию. Ну, в Союз. Совсем по-другому бы сторону вас сложить. Нет. Тогда бы были гранты. Куда у нас дальше судьба занесла на этой машине? Короче говоря, мы подъехали к этой границе, началась жуткая гроза. Понимаешь? И по-конце ушли к себе туда вот, в эту самую. Понимаешь? И мы, и вся вот эта толпа, вся толпа ввалилась в этом. Вот я это помню как сейчас, ты понимаешь? Господь Бог тебя увидел. Господь Бог. И мы въехали туда. Я еще помню, что там оставалось 29 километров до этого Трескирфена. Понимаешь? Рахинава Андерракс, как сейчас помню. Рахинава в Нижних Альпах. И мы не смогли доехать, потому что мы просто свалились прямо в машине спать. Понимаешь? Потому что напряжение было. Ну я понимаю. И потом мы приехали, нас накормили, напоили, спать положили. И предложили оставаться там. Но я не хотел оставаться у вас там. Понимаешь? Я хотел только в Америку. Почему? Потому что мне предполагалось, во-первых, я немного знал какой-то английский. Тут мы вспоминаем, что ты изучал английский. Ну я его изучал на уровне школы. Потом в институте сделали все, чтобы я его забыл. Ну короче, я немножко английский, как-то у меня английский какой-то был. Других не было вообще. Но зато у меня был талант к языкам в принципе. Понимаешь? Поэтому я очень быстро. Я даже пока по Венгрии ехал уже там что-то вот. Но ты рвался в Америку. Потому что в Америке. Это была та страна, где нет понятия национальности. Ааа. Где нет мы и вы. Там есть только мы. Понимаешь? Вот это я уж позже узнал, чтобы в американском паспорте в графе Nationality написано USA. И это очень комфортно. Там кто-то может не любить кого-то. Но USA. Но если ты говоришь I'm American, никто не скажет no, I'm not American. Понимаешь? Ты американец. Все. Ты американец. И никто не скажет, что ты не американец. Никто не скажет, уезжай в свою Россию, Польшу, я не знаю, Никарагу. Понимаешь? Никто этого не скажет. А тут разделились ваши пути. И ты в Америке, а сын в Испании. Ну вот. Но так как у нас не было американских туристов. Короче, долгая история. У нас были какие-то знакомые в разных странах. Потому что старший сын работал в интуристе. И он иногда приводил к нам каких-то своих туристов. И у нас были какие-то приятели хотя бы. Короче говоря, там в Швейцарии у нас были. Как приглашение, наверное, для каких-то тысяч. Ну да. Жена-то, кстати говоря, поехала тогда в гости как раз в Швейцарию по приглашению. В общем, вы все разъехались. И это же все спонтанно случилось. Да. Наш-то отъезд с сыном. Вот. И короче говоря, мы поехали в эту Швейцарию. А как поехали в Швейцарию и Завстрии? Чтобы из Австрии попасть в Швейцарию, надо проехать вот столички в Германию. Вот столички. Поэтому мы… Это я быстро рассказываю просто из-за времени. Мы работали, зарабатывали деньги. Чем зарабатывали? Извозом. Яблоки собирали, листья собирали. Я массаж там делал. Понимаешь? Массаж. Хотя я не умер. Я не массажир профессиональный. Но она меня спросила хозяйка вот этой гостиницы. «Вы кем работали?» Я говорю, «Абратик, вы умеете массаж делать?» Умею. Короче говоря, как-то заработали на визу. Транзитную немецкую и швейцарскую. И поехали. Уже в этот паспорт, который… Паспорта-то у нас были. У нас просто не было этих виз. Короче, когда ты уже в Австрии, тебе нужна просто транзитная виза. Там не спрашивают, как ты сюда попал. Там спрашивают, когда ты проезжаешь в Германию. Там смотрят, визу в немецкую. Короче говоря, мы приехали в Швейцарию. И соединились с женой. И начали думать, может в Швейцарии остаться. Нам говорят, остались в Швейцарии. Мы пошли в этот самый, как он называется, immigration. Нам говорят, что тут такое правило, что у вас именно в Швейцарии, за пределами, за границей Швейцарии есть некие лаги, вы идете туда, и решается ваша судьба. Если вас принимают, то вас пускают. А если нет, то вас возвращают. Опять же. А теперь нельзя. Короче, нельзя. Ну и мы поехали уже дальше, решили ехать в Испанию, потому что в Барселоне был человек наш знакомый, Петро Ромагоса. И мы поехали все вместе уже. Мы вернулись сначала в Австрию. В общем, было много где. В Америку все-таки добрались. Короче говоря, в Барселоне мы пошли в американское посольство по отдельности. Мне дали визу, жене дали визу, а сыну не дали. Потому что выяснилось, что люди призывного возраста могут получать визу только в стране проживания. Таким образом, младший сын стал испанцем. Но так, как я думал, что мне дадут сразу убежище в Америке, когда я приеду, мы договорились с этим Петро, что он останется у него, я прием, мы подадим на убежище, нам дадут, и мы его дадим пару-тройку месяцев, думаю я. Короче говоря, увиделись мы через шесть лет. Через шесть лет, и то потому, что я в лотерею грин-карту выиграл для него. Хорошо, ты работал таксистом? Ну не таксистом, то, что сейчас люди ездят на радио. Но ты там смог стать врачом? Я сдал экзамены, сначала я пошел в университет, открывалась русскоязычная программа социально-психологической адаптации. Меня сначала, меня еще пять советских психиатров взяли туда, мы подписывались MD-USSR, то есть медицинский доктор Советского Союза. Потом мы учились. То есть ты бежал из Советского Союза, подписывался по этому доктору. Скажи, ты там уже практиковал, и ты там впервые, насколько я понимаю, какую-то передачу, да? Я работал еще в этом центре, и я начал вести программу «Зеркало». Это радио, интервью, телевизионное. Я ее делал 9 лет, с 1991 по 1999, 8 лет. Русскоязычный. Русскоязычный. Russian Television Network. Это за деньги или это просто так? Нет, какие деньги? Это была популяризация, это была реклама такая. Я понял. Люди узнали меня как врача, ну как психотерапевта, именно психотерапевта. Скажи, в Америке все-таки, ты устоялся там, мог остаться? Почему ты? Я и остался там, я живу там. То есть, ну, все равно же ты здесь? Я живу, Коля, я живу и там здесь, я живу в самолете. У меня появилась телепрограмма, потом радиопрограмма, в общем, я стал очень известным. Но душа-то пела, и я все время рвался все равно каким-то образом на сцену. Россия, я верю в твои силы. Да. Но выезжать я очень долго не мог, потому что у меня не было грин-карты. Я получил грин-карту только в девяносто шестом году. И, значит, в чем смысл? Я приходил в русский ресторан, выпивал 50 грамм, допустим. Ну, естественно, лез на сцену петь. Давал там двадцатку музыкантам и пел. Музыканты, ты знаешь, не любят, когда кто-то там поют. Да вообще, актеры же очень ревнивые люди, артисты. Меня гнали со сцены, занижали мне тональности, там выключали микрофон, ничего только не делая. Говорили, доктор, подойди после часа ночи, после трех. И поясать себе, да. Ну, короче, я все равно пел. И все уже знали, что пришел Рапопор, значит, он будет. И вот ко мне однажды жена моя очень к этому относилась плохо. И вообще она плохо относилась к моему желанию быть актером. По определенным причинам. Да я бы, наверное, тоже не хотел, чтобы моя жена была актером, честно говоря. Ну, наверное, это тяжело. Однажды ко мне подошел, значит, один человек, который когда-то был в «Сине птице», а он был руководителем орхестра одного. И говорит, слушай, доктор, я вижу, у тебя душа поет. А мне нужны бабки, говорит. Давай, говорит. Соединимся. Давай соединимся, да. Пойдем, записываем что-то в нормальной студии. А там была студия, на которой писались люди, ну, вот, команда Игоря Крутого. Вот, Аллегрова, там, Малинин был, там, Лайма, там, ну, были... Советские исполнители, которые писали. Да, которые писали. И этот парень, этот парень, он администрировал ту студию и вел там работу. Я пришел, спел. Спел, зашел в саунд-рум, спел. Он говорит, ну, что тебе сказать, петь ты не умеешь, но сейчас петь вообще никто не умеет. Сейчас делай. У тебя тембр вроде нормальный, но ты попадаешь, говорит, давай будем писать. Он меня познакомил с поэтом и композитором в одном лице, молодым пацаном. Парнем 24 или 25 ему был на тот момент, Игорь Казах. Он начал мне писать песни. Я ему рассказывал историю, вот как тебе сейчас. Он по этим историям писал мне песни. Написал 12 песен. Альбом. Альбом. Да, и он мне вот что сказал тот самый Витя, который мне... Он сказал, ты знаешь, ты потратишься, говорит, ну, поверь мне, я тебе добавлю двадцатку жизни. Вот, понимаешь? Короче говоря, я записал альбом. Он приходит ко мне и говорит, слушай, ну я, честно говоря, хотел просто наварить на тебе немножко. Но я показал там людям, людям нравится. Говорит, давай сделаем клип. Я говорю, а где? Он говорит, в Голливуде. Я говорю, в смысле? Он говорит, ну поехали, в Голливуд и сделаем. Мы поехали в Лос-Анджелес, к Вите Гинсбургу, который потом Generation PZ сделал. Помнишь? Да. И Вите Гинсбург с Сережей Козловым, сыном легендарного Алексея Козлова. Ну и сам он уже оператор известный. Сняли мне клип за мои деньги. Большие. В то время, когда здесь писали за две-три тысячи. Ну, в общем, это большие деньги. Слушай, этот клип стали крутить по телеку. И люди узнали, что доктор, оказывается, поет. Ну, там, все говорили, что доктор поехал. Понятно, все психиатры. Этот клип стали крутить. И меня пригласили в «Энтрепризу». Русский режиссер Слава Степнов пригласил меня в «Энтрепризу». Ставили прошлым летом в «Чулимске». Помнишь «Вампира»? Дали мне там роль. Совершенно ко мне, как мне казалось, неподходящую. И тут начинает стало театра. Слушай, что дальше было? А дальше он решил делать англоязычную версию. И я единственный из этой группы актеров, которые в этом спектакле, туда попал, потому что я говорил по-английски уже на тот момент очень хорошо. Психотерапевт. У меня другого инструмента не было. Короче говоря, и я пошел туда. Там поменялся один режиссер, потом пришел другой. Короче, туда пришел человек, который преподавал в школе, Дэвид Гидеон, который преподавал в школе Ли Страсберг. И он предложил мне там сначала посидеть, а потом… Ну, короче, я стал ходить в школу Ли Страсберг. Там мастер-классы определенных. Мастер-классы. Там Алпачино, Мейл Стрип, Майкл Кейн. Понимаешь? Работав с камерой, у нас был мастер-класс Майкла Кейна. И… Ну, короче говоря, ты понимаешь, для человека, который… Ты видел живого Алпачино. Да, да, да. Ты даже понимал. Ты понимал. Я ловил себя на том, что я не столько слушаю, что он говорит, сколько смотрю, как он существует вообще. Понимаешь? Это было, конечно… А Мэрил Стрип? Мэрил Стрип. Ну, Мэрил Стрип – это Мэрил Стрип. Это все люди, понимаешь? На которых надо просто смотреть. Майкл Кейн был немножко больше, и поэтому пообщаться с ним пришлось немножко больше. Он говорил, например, такую вещь, что если вы что-то заметили, там, вот, а вот, а вот, а вот, а вот, а вот, вы, говорит, это слямзите. Но он сказал это неформатным словом, понимаешь? Потому что, я вас уверяю, они тоже у кого-то слямзят. Но только лямзите у лучших. И поэтому я понял, что на самом деле хороший артист отличается от плохого количеством штампов. Вот, понимаешь, время у нас не безграничное. Коля, 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 потом… 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 Меня… Потом получилось так, что я попал в Москву, меня пригласил… Слава Медяник есть, такой известный… Да. Да. Мне тоже хорошо известно. Да. Он пригласил меня на презентацию какого-то своего альбома. И тогда я первый раз попал в Москву. Понимаешь? Я спел. На самом деле ему надо было дубленку привезти из Нью-Йорка. Я спел. Меня пригласили Ксении Стришина на радио шансон. Тогда… Начали крутить там эти песни. И в 2002 году я стал одним из лауреатов первого шансона года в Кремле. И награждал меня… Там уже 17-й. Да. Ну, в 2002-м был. Да, да, да. И награждал меня… Меня как раз награждал Никита Высоцкий. С папой, которым я познакомился, когда мне было 18 лет. Вот сейчас… Давай… Меня послали после этого, Коля, на кинотавр. На кинотавр. Куда я приехал. Ну, петь меня послали на кинотавр. В культурную программу. Куда я приехал. А так как у меня типа узнаваемое лицо, то стали спрашивать, это кто, это кто. И сказали, это артист из Америки. И так я… Ты стал американским. Он стал американским артистом. И 20 апреля 2004 года, первый раз, накануне мы сидели у Гали Данелли, у жены Георгия Николаевича, в галерее. И там пришла ее подруга Люся Великая, качественный директор. Мы уже немножко, так сказать, были в состоянии. И Галя сказала, Люсь, посмотри на это лицо. Его нельзя, его можно не снимать в кино. И Люся сказала, завтра можешь. Сколько ролей тебе? Сегодня? Наименование? 125-126. А в 10 декабря 2010 года случился звонок из театра «Современие». Ты работаешь в театре «Современие» как приглашенный актер? Не работаю. Служу, да. Служу, да. Нет, я приглашен. Да, приглашен. Ну, это отдельная история для другого интервью. У меня остается еще несколько вопросов. Давай. Ну, во-первых, я не могу не коснуться фильма «Спящие, они же не спящие», потому что так получилось, что я его посмотрел и только благодаря тебе. Вещь? Да. Благодаря тебе. И вторую часть тоже? Вторую часть нет. Посмотри вторую тоже. Почему? Мне кажется, ты умудрился занять место всех прибалтийских актеров Советского Союза, которые играли фашистов, американцев, убитых и живых, любых. У меня даже в интернете есть фотография вместе с Альгисом Матуленисом, понимаешь? Да, да. Как ты попал, как стал американцем в современном российском кино? Ты знаешь, я снялся в одном кино… А, вот этот первый фильм… Смотри, вот этот первый фильм, куда меня Люся Великая сосватывала, это был фильм «Моя причистинка». Я играл чекиста, который арестовывал Фанни Каплан. Как на вас? Слушай, а Фанни Каплан играла Наташа Фомина, которая в агентстве Макс на Мосфильме. И я говорю, Наташа, а как будет встать на учет? Она говорит, Саша, какой учет? У нас там одни звезды. Я говорю, ну можно к тебе в гости хотя бы прийти? Я пришел к ней в гости. Мы с ней разговариваем. Мимо идет ее начальница, я еще тогда не знал. Так она меня посмотрела, и у нее звонок. Она говорит, а это кто? Она говорит, это артист из Америки. Ну-ка давай быстро на учет. Артист из Америки. И меня поставили на учет. Слушай, это чисто астопизм-бендеризм вообще-то. И меня поставили на учет. Я выхожу из Макса, спускаюсь на лифте. На лифте спускаюсь, встречаю человека. Ну женщина идет на встречу. Я приезжаю домой, звонок. Понимаешь? Я говорю, здрасте, мы вас уже утвердили там какой-то фильм, где вы будете играть шефа восточного отдела ЦРУ. Началось. Слушай, с Армадом Асанте, с Мальком Манмадауэлом, с Рудгером Хауэром. Понимаешь? Это были зеркальные войны. Я говорю, а как вы меня вообще нашли? Она говорит, ну вы помните, это я та женщина, которая встретила вас в лифте. Я подумал, откуда может идти этот человек? Из Макса. Я поднялась в Макса, узнал. И вот так я снялся в этом самом первом фильме. И пошло хорошо. Возвращаясь к спящему, очень большой был резонанс. Роль хорошая. Но фильму досталось, особенно среди оппозиции. И все его ругали, безумие какое-то и так далее. Да. Могу тебе ответить на это. Могу тебе ответить. Значит смотри, я очень большую работу провел во время этой терки всей. Я в Фейсбуке, у меня даже это есть, если когда-нибудь захочешь, я тебе покажу. Когда начали ругать Юру Быкова… Ругали очень сильно. Да, Юру Быкова. Значит, Юра Быков тоже сказал, вот я… Ладно, он человек рефлексирующий, очень эмоциональный и… Смотри, я… А, и мне написал один журналист, Олег Сулькин такой есть, который… Новое русское слово, он приезжает на все фестивали, и он написал, Саша, как вот же ты… Там роль хорошая, сыграл ты ее хорошо, но как ты мог в этой агитке… Да. И сказал, ребята, знаете что, а ничего, что я только что снялся в американском фильме «Американцы», играя КГБшника. Понимаете? Я… Знаете, давайте не искать мозги в жопе, давайте смотреть кино, как кино. Понимаете? Я играл роль человека, защищающего интересы своей страны, в данном случае Америки. А там я играл роль человека, защищающего интересы своей страны, в данном случае России. Поэтому давайте смотреть кино. Понимаете? Давайте… Давайте жанр, давайте сюжет и давайте… А как же эта ответственность человека… Коля, Коля, я не сыграл плохого американца. Я что, сыграл плохого американца? У меня есть… Я благодарен Юре Быкову просто, знаешь, вот просто благодарен, Потому что он мне сказал Он говорит, Саш Я же без проб туда попал Он говорит, Саш, вот делай что хочешь Я этих людей не знаю Ты их знаешь Я имею ввиду американцев вообще И структурных американцев в частности Потому что я видел там разных за эти годы Вот играет то, что играешь У меня там есть сцена Если ты помнишь С Юрой Беляевым Он играл главного КГБшника А я этого Он мне говорит, останови своих парней Я говорю, мои парни Лежат в земле, Алекс Один на орлингтонском кладбище А другой в Сомали, в песках То есть это фильм не про Плохих американцев, хороших русских Это фильм про людей Как бы там ни крути Я готов с пеной у рта доказать Там есть элементы какой-то агитки Но там есть слова, если внимательно слушать текст За которые и здесь могут не погладить Надо просто Надо просто не мазать Людей и ситуацию одной краской Надо разбираться Там очень много хороших актерских работ И там очень много Там можно придраться, допустим Что КГБшники главные Там немножко такие Ну немножко рисованные Понимаешь? В том плане, что они все легче Ну хорошо, все-таки это агитка или не агитка? Слушай, может быть по замыслу Может быть там какой-то замысел В этом плане был Я не исключаю этого, понимаешь? Но тогда, Коля, вообще сниматься в кино не надо Потому что внутренних мотивов Каких-то нетворческих, понимаешь? Достаточно в любой стране, в любом кино Еще пару вопросов и будем завершать Все-таки я не могу не коснуться темы Высоцкого Сегодня для многих это Для нашего поколения одна история Потому что мы коснулись его, так сказать, выходящим поезд Для существующего современного поколения старого Цоль, который жив по-прежнему Высоцкий уже становится таким гранитным К сожалению Как ты с ним познакомился и рассказываешь? Он приехал в Пермь И я уже не помню, как он попал Но он попал в наш институт В мединститут В концерт? Это был первый курс мединститута Значит, это был в 1963-1964 год Значит, сколько было Высоцкого в 1838-го? 26 лет? 27-26 лет Да? Да Ну вот А мне было 17-18 Вот этот промежуток времени Он оказался у нас Я был одним из тех, кто организовывал этот концерт Ну, там, миском, как он это? Провком назывался? Короче, у нас был концерт его, понимаешь? И там мы познакомились И там мы выпили Ну, все было Вот так Мы пару дней Он тогда был совсем другой, наверное Он был, нет Он был, понимаешь, в чем дело Это было начало Но не самое начало Я уже приехав в институт Уже пел какие-то его песни В 10-м классе я уже пел какие-то песни Нет, он был известен уже Ну, естественно, не известен Не как потом, но известен Мы провели какое-то время Потом Прошло много-много лет И встретился я с ним уже Вот, ты понимаешь Это абсолютно потрясающая история Ресторан «Русь» помнишь был? Да И вот в этой Руси Я уже был дежурный психиатр по городу Я был женой в этом самом ресторане «Русь» И пришел он И представляешь И он не просто меня узнал Он был тогда уже большой-большой-большой Он не просто меня узнал Он даже помнил мою фамилию Ты понимаешь? Знаешь, ты говоришь Когда встречаешь Раппопорт Отстает вопрос такого сорта Я оглянулся на это Стоял он и говорил о себе стихе Понимаешь? Ну, ты знаешь это, да? Что ж мама Раппопорт? Вот И мы как-то Познакомились Компания Выпили И как-то мы стали пересекаться Понимаешь? И пересекались без подробностей Без подробностей Потому что эти подробности Имеют уже отношение К некой медицинской части его жизни Понимаешь? Пересекались до самого 25 июля 80-го года Понимаешь? Вот и все И очень много Тогда мы разговаривали И очень тогда много Я узнал И очень много А учитывая то, что вот эта первая моя встреча И его образ И его песни И его голос Очень много повлияли Очень сильно повлияли На мою поведенческую модификацию Я стал ходить И там говорить Как он там Ну, понимаешь? Там использует какие-то Потом когда кино Подукрал Подукрал, да Подукрал Там и Улыбка И песни И интонации Понимаешь? И вот эта самая жесткость Которой у меня-то не было Хотя я и спортом тогда уже занимался Но не было Я был романтичным и неконфликтным человеком Понимаешь? А я стал уже немножко Немножко матереть Понимаешь? И вот И вот А потом Когда уже фильмы появились И, честно, тоже И вот когда мы с ним уже разговаривали Вот в том В позднем этапе Я узнал, что он Тоже Был Неконфликтным И достаточно романтичным И, в общем-то И тоже Набрал этого От Джека Лондона От Майнрида От Вальтера Скотта Понимаешь? И сделал себя вот таким Каким он тоже изначально не был Если ты помнишь Стрипухи, допустим Или Корея Деми Гория Деми Гория Но она же совсем другая То есть Жизнь Все-таки Должна тебя сделать таким Что надо пробиваться Надо пробиваться И еще вот что Еще вот что Если брать систему Станиславской Системы Чехова То, видимо, надо По системе Чехова Брать какую-то Модель Человека Какого-то Который Имеет то Что бы Ты хотел иметь И чувствует то Что бы ты хотел чувствовать И получает результат Который ты хотел получать И, видимо, как-то Моделировать Делать то, что делает Этот человек Понимаешь? И, может быть, тогда Твоя жизнь Пойдет по этому Развитию Ну и при последнем Вернее, не надо Можно Последний вопрос И награждал меня Никита Высоцкий Как я тебе уже сказал То и ты по какой системе Ты делаешь С 18 летом В месяц Да Как так вообще Можно Какая судьба Что ты мог И найти Ну, много Где еще Вторую жену Ну, женился, понимаешь Ну, женился я По глупости Нет, женился я тогда Да, в очень большой Другой жизненной жизни Постоянной жизни Постоянно вместе Не очень удобен Не очень комфортно Уехать Уехать приехать Я хорош Понимаешь У нас много Он закончил Кажется Все, что есть На белом свете Понимаете Где он только не учился Младший Да Но старший Все равно Все равно Но, знаешь Есть Хозяин Своей жизни А есть Подчиненный Все-таки Старший Последнее время Он начал Немножко выходить На Делаю, что хочу Но все-таки Он больше Исполнитель Понимаешь Младший Он Там Бизнесом занимался И тем и всем Он в Испании Нет, сейчас он уже В Америке Но он же Самый Я же выиграл Гринкарту С тех пор Мы в Америке Младший Младший В меня По 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 всему Кроме образования Пожалуй Но он занимается Чем хочет Понимаешь И Характер у него Непростой Ну как Недавно Лен Белон Сказал Познер Когда говорят У вас трудный характер Он говорит Нет, у меня просто Есть характер Вот у младшего Есть характер А у внуки? Внук у меня Александр Второй Александр Ему будет В этом году 14 лет Он от кого? Он от младшего От младшего От младшего От младшего По крайней мере Мне бы очень хотелось Чтобы Александр пошел В мою сторону Потому что Сын не пошел И тот не пошел Но сын-то Младший Мог бы быть И актером И уж певцом И кем угодно Он же Закончил Самбо 70 Когда-то Он был Член полкома федерации Самбо Америка Ну и последний вопрос Психотерапевт Я хочу Чтобы ты сейчас На мне провел Какой-нибудь опыт Как это ты вообще делаешь Как ты проводишь прием Давай мы тебя Прорекламируем В конце концов А я узнаю Насколько я Смотри Пилепboutида Как я Главное что шизо Шизо Ты не там Ты не там Но слушай Есть люди шизо Психотепа Кстати говоря Большая часть шизо Как раз очень cam Комфортно чувствовать себя в своем коконе, понимаешь? Если брать артиста, вот известно, понимаешь? Это тип Солоницына, это тип Кайдановского, это Тарковского. Ну, это вот люди такого плана. Нет, но они в своем, так сказать. Значит, я не знаю, ты не забыл. Ты не он, ты не он. И что это означает? Это ничего не обозначает. Это обозначает, что зная свой психотип, понимаешь, можно уже двигаться, можно либо двигаться в направлении комфортном. Для этого психотипа, понимаешь? А это только психотерапевтам может помочь правильно двигаться? Ну, Коля... Кто-то же к тебе приходит и говорит, доктор, у меня проблемы, они же к чем-то к тебе приходят. Нет, нет, сейчас я тебе скажу, я просто договорюсь сейчас эту фразу, либо двигаться в направлении, в котором твой психотип комфортно будет двигаться, либо выходить из зоны комфорта, играя, как говорят актеры, роль на преодоление, на сопротивление. Теперь, когда ко мне приходят люди и говорят, у меня проблемы, я в основном занимаюсь проблемами взаимоотношений людей, вообще, мужчин и женщин в частности. И когда приходят люди, во-первых, я говорю, идеально приходить, не когда проблема случилась, а для того, чтобы она не случилась, то есть на заре отношений, на заре отношений. Познакомились сразу к тебе. Да, и вот кто так делает, а у меня есть люди, которые так делали, вот они как раз живут очень хорошо, понимаешь? Второе, приходя ко мне, я всегда говорю, я не хочу тратить наше с вами время и ваши деньги на доказательство моей правоты. Значит, вы должны задать себе вопрос, вы полагаетесь на этого человека? Там, изучите про меня что-то, посмотрите видео, там, я не знаю, задайте мне вопросы, на предварительном, по телефону, когда вы мне звоните. Потом, когда я слышу, что человек мой, понимаешь, человек мой, что стенки нет, потому что, если стенка есть, то там никакие деньги ничего не сделают. Если человек не готов, что называется, стать чистым листом, понимаешь? А чем человекообразованнее, тем труднее для него это сделать. Вот, когда выяснилось, что уже готов, тогда он мне пишет некое эссе про себя, эссе какое-то, в чем проблема, как с его, или с ее точки зрения, у меня больше женщин, она появилась, какие пути выхода он видит, или она, понимаешь? И потом, когда я все это получаю, я приглашаю, провожу три часа один раз, понимаешь? Я не занимаюсь терапией, я занимаюсь консультацией. И тогда я ставлю человеку новую роль, показываю модели, показываю все. И человек идет и по Чехову, по системе Михаила Чехова, понимаешь? Могут ли, сам того не знаю. Театр представлен. Правильно я понимаю, что нормальный человек должен быть немножечко психопатом? Ты сразу два слова употребил, которые в данном случае, и я хочу, чтобы те, кто сейчас будет нас смотреть и слушать, чтобы они обратили внимание на то, что я сейчас скажу. Внимание. Нормальность человеческая, нормальность – это не отсутствие специфических черт каких-то, таких экстремальных даже, или не отсутствие. Нормальность заключается в наличии компенсаторного механизма. То есть, если у тебя есть какая-то черта, которая выводит тебя за рамки, ну, кажущейся вообще принятой нормы, и, ну, допустим, ты азартный спорщик, допустим, понимаешь? Ты не можешь слышать, ты категоричный, безапелляционный, понимаешь? Но если я вдруг говорю, Коль, знаешь, у нас мало времени, давай сейчас, чисто по моей просьбе, вот просто перестанем спорить и сделаем так, как я предлагаю, понимаешь? Потом я тебе объясню, у нас просто нет сейчас времени. И ты скажешь, давай, все, ты уже нормальный человек, понимаешь? Как в какие бы ты ни лез, эти самые акцентуации, понимаешь? Пусть ты хоть на голове стой, но я тебе скажу, Коля, встань и давай сейчас посидим, потом посидим. Все, ты уже нормальный человек, это раз. Поэтому нормальный человек – это не то, что в общепринятом, что никакой, знаешь, вот никакой. Очень часто никакой – это как раз ненормальный. Это первое. Теперь, психопат, ты сказал, да? Должен быть психопатом. Психопат, слушай, психопат – это некая патология все-таки, понимаешь? Он не должен быть психопатом, но он может допускать взрывы эмоциональные во все стороны, опять же, при условии наличия компенсаторного механизма. Понятно. Все как. Конечно, чем у человека больше красок, тем он интереснее, естественно. Вот именно этим я и занимаюсь на своих тренингах, кстати говоря, и на индивидуальных консультациях. Я помогаю с помощью актерских техник расширять поведенческий диапазон. И человек, допустим, если он этим занимается, если он начинает это делать, то он при необходимости может включить ту красочку, эту красочку, выключить ту красочку, эту красочку и становится шире. Некоторые говорят, ну что, я не хочу играть, я хочу оставаться самим собой. Я говорю, ты останешься самим собой с новыми навыками. Вот и все. Вот и все. Как ты говоришь, что все остальное мы уже обсудим потом. У тебя есть буквально минутка для того, чтобы обратиться к зрителям, чтобы ты им хочешь сказать персонально. Да, я хочу сказать, во-первых, что, конечно, факт удачи, я люблю это повторять, поэтому я, конечно, факт удачи важен, но если вы не будете ходить в те места, где эту удачу раздают, где она сваливается на нас, вам ее домой никто не принесет. Это первое. И второе, самое главное, я когда-то это услышал от Тони Робинса, приезд которого в Россию немножко понизил его, так сказать, рейтинг. Ну, это, скорее всего, благодаря организаторам, а не ему самому. Я услышал от Тони Робинса, скорее всего, придумал это не он, но я услышал это первым от него, я был одним из первых русскоязычных участников его тренинга в 92-м году в Нью-Йорке. Фраза такая. Успех в жизни происходит из правильно принятого решения. Правильно принятое решение происходит из опыта. А опыт происходит из неправильного принятого решения. Поэтому, когда возникает мысль делать или не делать, делать или не делать, всегда решайте в пользу делать. Вы пойдете, разобьете себе нос, набьете шишек, потом пойдете, делаете по-другому и рано или поздно придете к успеху. Если вы не пойдете, вы всю жизнь будете себя упрекать за то, что вы этого не попробовали и будете все время есть себя пойдем. Поэтому идите, не бойтесь ошибок, потому что опыт – это не обстоятельство, а вывод из обстоятельств. Вперед и вверх. Все. Саша, большое тебе спасибо. Большое тебе спасибо. Я специально сегодня не говорил про нашу с тобой персональную историю работы на Серебряном Дожде, потому что мы там познакомились. Там есть о чем поговорить. И я никогда не забуду, когда вечером я делал новости, ты приходил, вел свое шоу. За час до полуночи. Собственно говоря, с тех самых пор. Музыку же я у тебя брал. Да, все было. Было многое интересное. Мы тебе желаем удачи. Спасибо тебе за такой подробный рассказ. Я надеюсь, что мы еще сварим чего-нибудь. Конечно, сварим. Тем более, мне совсем недавно подарили мультиварку. Теперь это можно делать быстро. Спасибо тебе большое. Спасибо, дорогой. Удачи. Александр Рапопорт. А это программа «Кто такой?». Меня зовут Николай Пивненко. До свидания.